Твоё сознание раздваивается каждый раз, когда тебе надо сделать выбор. Вот, ну, всё всегда и сразу. И ветка, это как раз ветка реальности, её галактика. И вот тут об этом. Забыть, как последняя ветка легла, и пламя над нею сомкнулось. Как шла над вершинами плавно луна, и как на краю камыша молчуна, ей дробно и кругло тонулось. И это забыть, для чего, для кого трава присмыкалась во влаге, лугов, продолжающих жить из всего, что холодом ходит из сна моего, жечь сердце и быть на бумаге. И если бы пестрые пятна стереть, и пьяные встречи фарфора, и рта отворённого в страшную речь забыть, или просто предостеречь наносове нового сора, какое из снега взойдёт деревцо, и как вознесётся высоко, как ветки его обозначат лицо, и хрустнет земля, как пустое яйцо, навеки оставшись без сока. Вот это его живопись. И его лицо, оно ещё и вот, там вот, если посмотреть из окна этой дачи, у меня есть фотка, я буквально сделал скриншот, потому что там вот из веток сложилось лицо, и не какое-нибудь Андрея Темникова, как я его вижу. Он рисовал тушью, вот не на этой даче, у них была, короче, своя дача. А давно она уже? В восьмом году. Но это, получается, не то стихотворение, кстати. У тебя и много у него рисунков? Да, но у Лены Владимировны. Кажется, вот это тоже его рисунок. Объединит. Сборник? Да. Вот ещё это. И я не знаю, что подарит мне весенний дождь из-за реки тяжёлой, как сетка, извиваясь на стекле, слепом и серым, в день такой же голой, как в августе, когда моя мечта вся умещалась под крылом зонта, и в сентябре, когда глухих сапог ещё не носит, и открыта пятка, и по листве проходит долгий вздох, и горько ждать, и убеждаться сладко, что ждёшь того, что в силу своего отчаяния уже произошло. А что приснится мне, если и вчера, а что приснится, если и вчера, над медуницей разомлевшей темы велась всё та же дикая пчела, и сок пила энигмы, не поэмы, и с ним ушла тяжёлая в лазурь, ещё один апрель во мне мертвеет который, пятый, и свою лазурь в огне того поспешного он греет, я всё приму, я за любые сны возьмусь, как за созревшие на это распространение последней тьмы, по меньшей мере, на лучшие умы, быстрейшие, чем мы, для этой темы. И сердце льёт, как в городе пустом, и некому глаза промыть рассказом о том, как вместе шли там страсть и разум, и умещались под одним крылом. А это Серёжевна фотка просто с крыши. Очень. Я прям не могу. Да вот не знаю. Ну прям всё голое. Осень. А в оба замерзает? Да, по ней можно ходить. Это очень круто. Ну так бездарно с моей стороны. Нет, в этом году я часто был за Волгой с ребятами. Мы ходили на лыжах. Это было потрясающе. Но очень часто такие были зимы, когда я вообще не ходил через Волгу пешком. Ну то есть один раз, когда уже всё, она сейчас растает. Ой, блин, она уже растаяла. Вот это. Это так бездарно. Имеясь переход на другую сторону, где такое всё другое. А здесь тоже был случай на этой горе, когда я пришёл сюда на крещение и записывал шум ветра, тишину на диктофон. А потом решил переслушать файл, насколько у меня не было ещё мехаухи вот этой моей. И чтобы проверить, что ещё там записалось, я послушал файл. И там воспроизвёлся вот этот последний, например, там 56 файл. И следом за ним начал воспроизводиться первый файл, который я записал на том же самом месте, но весной, когда птицы пели. И в этом зимнем лесу запели птицы, которые здесь весной. И это так здорово получилось. Вот в этом самом лесу. Это было крещение, когда Навальный возвращался в Россию. Я вот в тот день ничего не знал про это, и я пошёл в поход сюда. Потом пришёл домой, вроде бы усталый, но когда я узнал об этом, я был так беспомощно, беспомощно. Я чувствовал себя таким беспомощным. Беспомощным что-либо сделать, потому что мне показалось, что это, да, очень несправедливо. Хотя, блин, какой мог быть другой исход? Какую крутую историю проживает Навальный. Воскреснуть из мёртвых. И как в романе Достоевского в Наражу он просто пустится. Просто святой. Блин, интересно, кстати, если бы с его точки зрения разводить историю, если бы он не приехал, всё равно бы начались эти события. Сейчас бы реально была гражданская война подсветоводительством Навального. Это самый экзистенциальный вопрос из всех, какие можно задать. Потому что... Ну и да. Как только измеришь пространство, одна только яркая точка над тёмной водой. Так знаю мой голос, когда его слово обвенчано со звездой. Порой она черна, порой точка... Точно звёздочка с носки. Досадные мне самому её замечания плоские. Птицы, любимые сумерки, мёртвое время лесов. Той же прозрачности хочется мне от твоих голосов. Хватает серого пространства, другого попросту голубога, а раздвоенное копыто античного полубога. Когда цветы неожиданны, а всё ещё кажется мёртвым, вот это моя пора. Всё ещё кажется мёртвым, и тайно брызжет из каждого ствола. Ненужное, жестокое, непонятно на что намекая, мёртвое время лесов объясняется взмахом, как немая. Я точка боли в лесном устройстве, со мной хорошо обошлись. Меня никому не показывают, мне противопоказано ввысь. Я знаю, как моя одежда старая черна, а в лесу сгрязниться нетрудно. Я только не знаю моего сердца и того, что ему воссияло утро. Я проходил над рекой, а реки не видал одни берега. Вода ушла в туманы, и, наверное, под белым была черная, черная до самого дна, да только я не знал, как чёрное настигает, как оно пробирается внутрь, и последний свет изгоняет. И это хорошо. Он теперь в тебе, надо мной, его отовсюду видать. Я стою и смотрю. Вот ещё одна потеря. Вот ещё один мой дар. Тут была вот такая лестница. Вот с другой стороны оврага, если вот с пляжа подниматься прямо наверх, там вот такое было. Потом вот сейчас поломали. Прям вот вдоль склона можно было идти по деревянной дорожке. Надо сходить туда. Там, кстати, недалеко Аришина бабушка живёт. Ну, что это за жуткость? О, как много. Это называется солдатики. Да? Ты не знала? Нет. Я сначала просто подумала, что это божий корол. Ну, вот, я видела только одну. Я думала, что это какая преданная. Туда-сюда же с нами ползает. Это, оказывается, очень много. Субтитры создавал DimaTorzok, Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok, На Волгафесте меня настолько прибило, когда я села под дерево.